С первых секунд никто из бойцов не горел желанием забирать инициативу и осторожно поддавливал Дэвис. Ромеро работал вообще без ударов, пытаясь прочувствовать темп и дистанцию соперника. Достаточно пресно проходил поединок, Ромеро изредка включался, пробивая лоу-кики. Но в одном из моментов хорошо попал кубинец, однако Дэвис съел удар и не поперхнулся. Редко акцентированные удары проскакивают в данном поединке, но напряжение при этом просто нереальное. И каждый раз, когда Дэвис идет вперед с атакой, Ромеро хорошо встречает размашистыми панчами. Хороший раунд от джентльменов, посмотрим что дальше. Во втором отрезке примерно так же складывался поединок, однако отличия все же было. Ромеро чаще стал взрываться и отгонять Дэвиса, пытался Фил и борьбу задействовать, но Йоэль легко пресек данную попытку. Постоянно остается ощущение, что Ромеро работает не на полную катушку, а вот Фил работает на максимум. Особо опасных моментов в раунде не было, но плюхи свистят знатные над головами бойцов. А концовку раунда эти славные парни провели в борьбе, тейкдаун и контроль остался за Дэвисом. В финальном отрезке, как бы чувствуя, что проигрывает бой, Ромеро начал выбрасывать бомбы, оккупировав центр клетки. Правда, Фил сразу обезопасил себя, залетев в ноги чемпиону мира по борьбе и уронил того. Поднимался Ромеро, но тут же обратно стягивал его Дэвис, очень легко оформляя тейкдаун за тейкдауном. Уверенно, Фил чувствовал себя в борьбе, легко контролируя Ромеро и разбивая его в партере. Таким образом, Дэвис довел поединок до финальной сирены и очень легко и буднично забрал финальную пятиминутку, а с ней весь бой. Прекрасное выступление от Дэвиса и уверенная победа единогласным решением. Хотел было сказать я, но на удивление один судья бой отдал Ромеро. Не знаю, какой поединок он смотрел и может он просто персональный фан Йоэля, но справедливость есть. И двое других судей отдали по чесноку победу Филу, с чем мы его и поздравляем. По-братски не поленись, лайк, дизлайк, коммент, подписка, просто прояви активность.